Здравствуйте! Этот фильм посвящён загрузке операционной системы с RAM-драйва, и он предполагает, что вы видели первый фильм о RAM-диске, о самых основах RAM-диска. А теперь мы пойдём дальше. Мы загрузимся, выполним boot с RAM-диска. С него загрузится вся наша операционная система с как бы жёсткого диска, который на самом деле является куском оперативной памяти. Мы возьмём RAM-компьютер, часть его превратим в виртуальный жёсткий диск, и с него загрузим весь Windows. В итоге Windows будет работать очень-очень быстро, потому что он будет работать из оперативной памяти, а не с жёсткого диска. То есть весь Windows будет у меня в виде файла имейджа. Сперва этот имейдж будет переписан в оперативную память, и уже оттуда будет совершена загрузка операционной системы. И вместо обычного жёсткого диска Windows будет работать всё время с RAM-драйва. В данной нашей лаборатории мы возьмём маленькую операционную систему, а именно WinP, которую можно добыть из Wake. Именно этот самый Wake я сейчас устанавливаю. У нас есть ряд фильмов о Wake, но это только пример. Вы можете сделать это с любой операционной системой, даже с большой. Вот Wake установился, и я сейчас из него возьму один файл. Это всё, что мне от него в данный момент нужно. Я нахожу наш Wake. Сейчас я открою эту особую командную строку от имени администратора, и я хочу найти один WinP, звёздочка.wim.s. Готово. Мне нужна 32-битная версия. Вот он, WinP размером в 114 мегабайт. Это как раз то, что я искал. Вот он тот файл, который я искал. WinP.wim. Давайте же его скопируем и перепишем его на одну папку на диске C под названием pu. Это сокращение от практики. Практика — это название нашего колледжа. И мы переименуем этот Win. Неважно, какое имя мы дадим ему. Пусть будет boot.wim. И теперь, когда у меня есть файл Win, мне осталось только указать операционной системе загружаться из этого файла. Сведения о том, как это делать, вы можете найти с помощью поисковика на майкерсофтовском сайте, например, по поводу WinP. Или позвольте мне это вам показать. У меня уже заготовлен весь список нужных для этого команд. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на то, что я исполнил командную строку как администратор, иначе bcdedit не работал бы. bcdedit занимается главными настройками boot, тем, откуда производить загрузку системы. Занимается редактированием загрузочных записей. Давайте посмотрим, какие возможности есть у bcdedit с помощью команды слэш знак вопроса. Кстати, для bcdedit есть также и графический инструмент. Он не майкрософтовский. Итак, я хочу исполнить команду enum. Я хочу посмотреть всё, что есть в загрузочной информации. enum all, enumerate all. Я вижу тут много вариантов, откуда загружаться. И внимание, тут есть current, откуда я загружен в данный момент. И тут есть прочие варианты, откуда можно загрузиться. Например, recovery. Знаете, когда у Windows не получается загружаться, и он тогда загружается в такое положение, когда он нам предлагает восстановить Windows. Это как раз здесь. И мы сейчас делаем свою такую запись. Вот, смотрите, это тот резюм, который при гибернации, если вы знаете, что такое хибернейт. В общем, тут всяческие разные варианты загрузки. Всё это, можно сказать, записано в нулевой дорожке, в загрузочной дорожке жёсткого диска, в начале жёсткого диска, там где список партиций. Собственно, это всё — это управление нулевой дорожкой жёсткого диска. Итак, чтобы создать наш такой загрузочный вариант, нам нужно исполнить определённую команду. Команду create и ramDiskOptions. Давайте запустим вот эту вот команду, нажмём Enter, и нам пишут, что новая нужная нам запись успешно создана. Давайте на неё поглазеем, и нам all. И что мы тут видим в конце? Новый identifier, как бы новая партиция под названием ramDisk. А теперь мы запустим команду, которая превратит эту запись в загрузочную. Для того чтобы это случилось, нужно выполнить команду set и в качестве параметра указать удостоверяющий номер этой записи. Кстати, слово ramDiskOptions можно заменить просто на ramDisk. Будет то же самое. А ещё у загрузочных записей есть свои параметры. Они тут слева указаны у загрузочных записей. И параметр ramDiskDevice пусть имеет значение boot. Выполнив команду мы вновь запустим enumAll. И вот появился параметр ramDiskDevice с значением boot. У каждой записи здесь есть свои параметры. И когда операционная система только начинает загружаться, она их считывает из этой загрузочной информации. Кстати, я могу вместо этого удостоверяющего номера просто написать ramDiskOptions. Этот удостоверяющий номер означает ramDiskOptions. А теперь давайте выполним ещё две команды с помощью копирования в командную строку. Первый ещё добавляет один параметр, который гласит, что boot нужно выполнять с диска C. А следующая команда гласит, что на диске C нужно пойти по такому-то пути и найти временный файл boot.sdi. Это такой файл, который каждый раз стирается и строится заново. В этом файле совершенно нет ничего интересного, не тревожьтесь. Просто временный файл, как черновик. Выполняем ещё раз enumAll и видим два новых параметра. Но ramDisk — это только основа. Мы можем из него совершать несколько разных типов загрузки. Можно разные Windowsы загружать в ramDisk. Этот ramDisk — это как бы такая основа, куда можно загружать разные операционные системы или даже наши собственные программы. И мы создали вот такой вот вариант загрузки из ramDisk пока, только самым общим образом. А теперь здесь нужно создать новую запись, которая будет более конкретно указывать, что именно загружать. Но, внимание, я не создаю с нуля, а копирую уже существующую запись, чтобы не прописывать самостоятельно все параметры. И я указываю, что в этой записи параметр description будет иметь значение emergency dos. Это значение я могу выбирать произвольно. Я даже добавлю в его значение название моего колледжа. Практика emergency dos. Готово. И теперь мы сделали новую запись с помощью копирования. У неё появился, естественно, и её собственный удостоверяющий номер. Давайте найдём эту новую запись. Выполним вновь и нам all. Субтитры создавал DimaTorzok